Объяснительное. Объяснительное сегодня, ну это игровая рубрика, и принесет кому-то пригласительное в Национальный художественный музей. Им 80 лет. Одно слово, сегодня его объясняют наши друзья из МЧС города Минска. Вот, и вам нужно будет догадаться, что же за слово объясняют сотрудники МЧС на 924.0, прислать смс-сообщение, окажетесь первым правильно ответившим, мы вам перезваниваем, задаем вопрос с дополнительными вариантами ответов. Итак, что это за слово? 924.0, ждем смс-ответ, включаю объяснение. Это место, куда всегда можно вернуться, и где тебя любят и ждут. Одна из традиций на свадьбе и торжестве. Бывает семейным. Вип-место в центре событий, с непредсказуемыми последствиями. Он был нарисован на холсте, и Буратино его испортил. Какое место с непредсказуемыми последствиями испортил Буратино? 924.0, ждем ваши варианты ответов, через 10 минут свяжемся с тем, кто первым прислал правильное. И еще раз напомню, что это сотрудники МЧС, значит, что-то вот рядом с их тематикой. Напомню о том, что 10 минут назад наши друзья из МЧС города Минска, спасатели, объясняли слово, которое связано с их профессией. И слушатели пытались догадаться, что же это за слово. Первым правильный ответ прислал, да. Да, были у нас такие моменты, где слушатель сначала неправильно отвечал, потом правильно. Но вот Александр, он сразу же распознал нужное слово и правильно ответил. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Александр, давайте еще послушаем разочек объяснение, а потом вы дадите правильный ответ. Включай объяснение. Это место, куда всегда можно вернуться и где тебя любят и ждут. Одна из традиций на свадебном торжестве. Бывает семейным. Вип-место в центре событий с непредсказуемыми последствиями. Он был нарисован на холсте и Буратино его испортил. Александр, что испортил Буратино? Буратино испортил очаг. Верно. А вот про свадебную традицию мы с Виталином Владимировичем как-то... Переглянулись не особо. Переглянулись, не знаем. Что за очаг на свадебную традицию? Вы знаете, что это такое? Вы знаете, я тоже вот совершенно не в курсе. Ну ничего страшного. У кого-то есть такие традиции? Но вопрос будет сейчас дополнительный. Связан абсолютно не с свадебными традициями, а с традициями музыкальными. Ну вот, Александр, надеюсь, что вы ответите правильно и отправитесь на выставку. Бориса Гребенщикова. Александр, мы решили связать вопрос, поскольку очаг это место как бы огня, с огнем и музыкой. Есть Play with Fire, группа Rolling Stones исполняет такую песню. Ну, будет вопрос о жизни как бы группы. Дело в том, что группа вот эту песню зарегистрировала на некого Нэнкера Фелге и многие другие. То есть человек, который выдуманный персонаж. Они выдумали некого Нэнкера Фелге, и все свои песни на него, ну многие, регистрировали. Так вот, подскажите нам, Александр, для чего группа выдумала вот этого вот человека и регистрировала на него композиции, авторские все? Чтобы уйти от налогов? Чтобы не нести ответственность за содержание песен? Или чтобы любые авторские, за любую песню, написанную любым из участников группы, делить поровну? Да. Хороший вопрос. Да уж. И я вам даже подскажу, что как бы про налоги есть такая ситуация похожая. Вот. Они во Францию в свое время уезжали, чтобы не платить налоги. Ну, все уезжали во Францию. Насколько я помню, прятались во Францию от налогов. Да, и вот, и Роллинг Стоунс тоже. А вот зачем Нэнкера Фелге, вы думали? От налогов, чтобы уйти, чтобы не нести ответственность за содержание? Или чтобы делить поровну деньги? Ну, мне кажется, что за содержание они никогда особо не боялись. Ага. Так. Ну, вероятно, чтобы поровну делить. Ну, совершенно верно. Правильно, Александр. Возможно, кстати, группа до сих пор существует и не распадается, потому что они все делят поровну, и никто не обижен, так сказать. Александр, спасибо вам за участие. Действительно, чтобы любые авторские делить поровну. Пригласительные на выставку Бориса Грибинщикова у вас в кармане считаются. Сейчас мы вам расскажем, как его забрать.